вот и опять наступили пасмурные деньки это вот нормально в польше сейчас множество вот таких пасмурных дней поэтому мы уже круглый год принимаем витамин d3 ну потому что солнце нам катастрофически не хватает и даже в теплые дни очень много таких вот периодов когда затяжные пасмурные дни раньше такого не было а вот в последние года даже может и 10 лет вот такая тенденция таких темных пасмурных дней и когда я смотрю разговариваю и смотрю даже видео людей которые приехали в польшу сравнительно недавно их всех угнетает такая пасмурность здесь и множество людей говорит что им это мешает и что и что они очень скучают по солнечному свету некоторые из них живут в кракове в кракове да там много таких вот проблем но мы не в кракове тем не менее у нас тоже такое есть а вот наш первый в этом году березовый сок мы попробовали и у нас получилось той же сок начинает потихоньку идти и не хотим пропустить ни одного дня чтобы не воспользоваться этим чудесным даром природы как мы это делаем я показывала уже в предыдущих годах поэтому обязательно зайдите на канал и во влогах в прошлом году увидите как мы это делаем вот такое небо уже немножко прояснилось но все равно все равно такой пасмурный еще день но самое главное что сок уже капает и будем оздоравливаться и этой весной подошла к яблоньки сын мне сказал я не поверила сначала но посмотрите действительно уже пробиваются вот такие цветочки еще вот пару дней будет тепло и я думаю что яблонька может даже зацвести хотя хотя март месяц и это еще слишком слишком рано но вот уже бутончики цветов на готове уже готовлюсь к садоводческому сезону к огородному вот и что же я делаю видеть это у меня коробочки после молока я вот так вот отрезаю и оставляю зачем я это делаю это я делаю для рассады вот в этих коробочках я буду пиковать помидоры и по одиночку здесь садить и удобно посмотрите как их можно классно сложить не занимают место они глубокие потом я сбоку только разрежу и не не как сказать не повреждая корни высажу все хорошенько в грунт удобно экологично дешево надежно и практично тихоньку готовясь к праздникам и уже вы посеяла праздничный овес я его в прошлом году тоже проращивала и в этом году уже большую порцию сделала вот сейчас вам покажу вот у меня с прошлого года остался пакетик и там еще не все использовала называется овес великоноцный то есть пасхальный овес но я думаю что это не только пасхальный не знаю посмотрите в магазинах очень красиво выглядит очень эффектно так вот и я была очень довольна поэтому в этом году делаю даже больше такая сочная зелень на столе еще буду проращивать жижуху но ее я начну проращивать где-то неделя перед праздниками может дней десять вот она довольно быстро на ватке всходит а это нужно некоторое время чтобы проросло поэтому уже готовлюсь к пасхе решили пройтись по лесу и здесь заметили вот такое место хочу для вас заснять кто-то сделал для себя здесь такой разбил я не знаю мини мини кемпинг посмотрите здесь место для для огня вот так кто-то сложил камни я не знаю вот в таком таком виде вот чтобы огонь горела здесь приготовлен уже хворост его здесь немало если походить по лесу и пособирать а здесь вот такое укрытие посмотрите какие-то старые палеты сюда по приносили вырыли яму вот такую-то землянку интересно можно ли там поместиться и такое довольно маленькое помещение наверно только для одного человека чтобы здесь вот скрыться я не знаю вот какой-то старый ковер вот кто же это будет этим пользоваться не знаю кому это надо хвороста здесь вижу много посносили вот но это место такое дождь тут пройдет конечно же от дождя не спрячешься в этом году решили первый раз проехаться на озеро и посмотрите кого мы здесь встретили первый раз никогда в жизни здесь лебедей не было только уточки и они тут присутствуют и вот одинокий лебедь какая красота откуда он здесь взялся посмотрите какой красавец гордый такой прекрасный белый лебедь погода сегодня холодно мерзко так ветер такой ледяной я сказала бы вот пройдемся я вам уже показывал это место не раз летом посмотреть какие темные такие тяжелые тучи сегодня темный день и очень холодно так что мы здесь долго не продержимся хотелось так немножко развеяться в воскресенье вода как всегда коричневая из-за этого я боюсь здесь плавать хотя оборудован пляж но только мочу ножки пройдусь немножко и вот наш лебедь там вдалеке уточки плавают скорее бы скорее бы тепло хочу вам показать вот эту виллу довоенную раньше я здесь не было видно потому что все было все заросло деревьями и кустами а сейчас вижу участок чистят вот и наверное что то здесь будет конечно жалко бы было если бы эту виллу снесли хотелось бы чтобы кто-то ее купил и отреставрировал и что-то бы здесь было вот потому что хотя дом и не какой-то там архитектурная ценность да вроде бы простой но все равно какой-то глаз цепляет какая-то изюминка в нем все-таки присутствует если представить как это было раньше и здесь все ухожено то конечно же это произвело бы неизгладимое впечатление я очень люблю постройки этого периода вот и искренне желаю чтобы дом отстроили видите а за забором уже вот такое все современное одинаковое на дно копыта но посмотрим что будет на этом я с вами на сегодня прощаюсь друзья мои до новых встреч уже скоро пока пока до новых встреч